Со стороны прилета аэропорт просто не узнать. Новые цвета, новая зона прилета, увеличенная зона ожидания вылета. Раньше в старом накопителе порой просто не хватало места. Сейчас же всем пассажирам рейсов на Москву, которые, к слову, уходят каждый день и с полной загрузкой, и есть где разместиться с комфортом. Все эти преобразования – только первый этап масштабной реконструкции наших воздушных ворот. На первом месте у нас стоит реконструкция, отставит реконструкция, капитальный ремонт полосы. Вы понимаете, если мы это делаем, не мы, ну тут и государство помогает, и край, краевой бюджет. Если это будет сделано, полоса будет 3000, мы будем принимать самолеты типа Боинг-747. А так, конечно, в плане и новое здание аэровокзала, вот в той стороне, оно когда-то было уже заложено, вот. Ну и аэропорт, чтобы он дышал, нужно много-много рейсов. Сегодня же аэропорт принял второй рейс из Санкт-Петербурга, и он тоже пришел с полной загрузкой. Новое направление руководство аэропорта считает очень перспективным. Ведь раньше приходилось лететь в Питер через Москву или из Минеральных вод. Пассажиры были удивлены таким вниманием. Самолет встречала большая группа журналистов и почти все сотрудники аэропорта. И, как положено, автобус. Его подают к каждому самолету. Елена Ивановна тоже прилетела на этом рейсе. И, как сама говорит, просто не узнала аэропорт. Он так изменился, такие впечатления у меня позитивные, такой красивый зал прилета. Ну, в общем, мне так понравилось от всего этого увиденного. Я, в общем, в восторге. А багаж за пять минут. Я даже не успела, как бы, мы еще не успели отдохнуть от того, от прихода. И уже получили багаж. Это так быстро. Если сравнить кадры фасада аэропорта, снятые три месяца назад с сегодняшними, то разница более чем очевидна. От скучного типового советского проекта остались только очертания. Новое все. Остекление, цветовое решение фасада. Заработали электронные часы. Более того, на въезде и выезде из аэропорта теперь стоят шлагбаумы. Бомбил за 800 рублей до города. С парковки прогнали давно. А теперь они и близко не подберутся. Маршрутка ходит регулярно. И легальное такси стоит вменяемых денег. Единственное, чего пока нет, это фонтана на месте круглой клумбы. Это на самом деле далеко не самая нужная вещь в аэропорту. Но он непременно появится. Во время второй очереди реконструкции. Алексей Форсиков, Николай Попов. Информбюро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова